привет дорогие друзья вы на канале играясь с душой сегодня давайте мы разберем псалом манистерстве мечтою я решил возобновить разбор и псалмов как вы многие меня просили я начну с псалмов самых популярных первый будет манистерстве мечтою потом будет скорее всего вместе мы с мы сами верили хоть там ноты больше для дуэта но я наверно постараюсь вам сделать для одного баяна или покажу как мы сможем это сделать месяц при месте прям с вами вот и я поиграю для для одного баяна ну и дальше будем идти по списку самых моих песен популярных на ю тубе в которой сам больше просмотров сразу говорю это не будет тот разбор который вы наверно просите много и не знаю каждый пальчик показывает там вот я я не считаю это целесообразным потому что это псалмы уже довольно такие высокого уровня сложности вот и играть им одним пальцем и вернее учить по пальцево наверно скрыть у вас не получится поэтому кто нот не знает сразу говорю про я прошу прощения вот я конечно буду играть медленно буду рассказывать буду показывать но вот прям вот прям пальцовку показывать я не смогу или же или же может делать отдельное видео у меня есть видео там где я детские песни я показываю очень очень медленно играю вместе с нотами есть ссылка сверху появится на эти на разбор один из них если вам такой вариант тоже подходит вы напишите в комментариях я рассмотрю может допустим в конце видео я сделал чисто такой вариант чисто вот будут идти ноты я буду играть медленно допустим правой рукой нужно левой рукой она принципе она повторяется она несложна в этих в этих песнях разбор это будет такой как будто разбор как будто я разберу эту песню со своим учеником то есть я на свое смотрение на главные моменты на главные сложные моменты ну то есть я расскажу то что то что я бы рассказал на раз своим бы ученикам это что я рассказываю вот ну давайте мы посмотрим на нее вот эта песня монет сердце мечтою стоп сейчас я немножко переделаю ну что же вот друг другой вариант этой песни потому что она мне была в сибири все давно переделана я ее забыл переделать в pdf формате в чем разница для том что я очень долго колебался нужно ли это переделать или не нужно но я все-таки посчитал что она мне была сделана не грамотно чуть-чуть маленький сейчас я отступление сделаю не грамотно я увидел такие ноты и я в принципе наверно поленился подумать как можно их переделать то есть в чем разница так вот он есть карандашик хватит мы чуть потолще сделаем в чем разница 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 в репризах и вольтах раньше было у меня здесь написано вот то есть получается бы за такт сейчас я сделал за так перенес сюда то есть реприза я перенес вот сюда принес репризу тада тада и пошла реприза ну и вольта и 2 вольта заходит у нас на начало второго куплета вот вот это вот это место но это конечно это это не принципиально то есть это но я так посчитаю что я думаю что это что-то грамотней давайте мы по этому варианту и будем разбирать этот вариант мы второй вариант хоть в нотах и нота конечно он у меня таких нот нету по отдельности давайте мы всего всего сюда сюда начинается разбор песни это с постановки меха смотрим раз два три четыре пять шесть семь восемь или подзвали по четыре такта это уже идет это уже она идет уже у нас сразу ставлю разжим им именно так и разжим ставлю это содержит уже припев то есть и начало разжима вот я проиграю его видите на моем баянии легко по четыре такта легко если делаешь запас меха всегда говорю за ученикам делать запас меха и почему мех закончился потому что начало у нас здесь я не было левой руки вот то есть у нас не было лево руки а здесь везде было лево рука поэтому не меха не хватило сейчас я сделаю запас меха небольшой и по четыре такта мне его хватит буквально немножко бы запас меха все сразу обезбился я запутался я про аппликатуру не рассказал я играю с первым пальцем давайте я медленно сыграю вот но я играю с первым пальцем конечно для простановки аппликатуры я сижу долго подбираю аппликатуру будет самое удобное и может быть когда я сейчас играю в живую может я сыраю не совсем ее правильно но как уже будет потому что когда я сижу подбираю своих ученикам я ищу варианты наиболее удобные еще немаловажный принцип аппликатуры это для меня это архиважно это когда нас ноты повторяются два раза нота повторяется практически везде в этой песне это делать разные пальцы то есть как репетиция видите я разные пальцы играю одни пальцы после паузы можно дальше если так получилось сыграть ничего страшного есть такая понятие как бесшумная подмена пальцев вот мы пальчик принесли или левую руку слышно нет я же когда давайте я уже когда я полностью сыграю я вот с левой рукой то есть такие вот маленькие нюансы по аппликатуре мы сами разобрали аппликатуру мы сами это первый куплет да сами разобрали аппликатуру смену меха и теперь давайте рассмотрим динамику как 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 нужно правильно сыграть как бы может бы я сыграл или как бы я своим ученикам рассказал динамику чем руководствуюсь когда просто я проставляю динамику нету таких канонов конкретных четких как бы вот только так и не по другому в основном динамика расставляется в зависимости от мелодики когда мелодия идет вверх или вниз то есть мы должны найти пики куда мы стремимся вся музыка и вся мелодия куда-то стремится как как вот потоки да вся вода в речках она куда-то идет есть течение такое у речки если там допустим пруд и листовок у них есть течение внутреннее да как там то с под земли бьет когда нет никаких течений то это болото вода стоит вода завалится то есть нет никакого течения никуда вода не течет здесь же как можно сыграть вот здесь еще не тяжело ну вот если в первую взять первую фрезу я бы наверное вот сюда пришел бы вот именно сделал крещендо ой красиво вот именно сюда вот как бы не прямо вот в эту ноту прямо вот как я написал акцентик да чтоб мы пришли это чисто для себя для такого для ориентира это куда куда мы стремимся это чисто для ориентира может быть даже сильно этого и не показывать при при введении меха но для себя куда нам надо нам идти ну как это так может вот так чтобы не было левую руку слышно и повернулся так давайте дальше пойдем мы 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 Добавляем смену меха Добавляем смену меха На этом месте у нас был разжим Здесь тоже был разжим Здесь можно начать с мецепиано Я не вижу смысла начать тише Давайте с мецепиано Начнем с мецепиано Здесь уже твердые мецепорты Твердые звуки Еще я сказал немаловажное Это вести мех У меня есть большой ролик Длинный Я записывал ошибки Ведения меха Друзья Там много ошибок Основных я назвал Три или пять Добавлял их Одна из ошибок Это мы мех просто бросаем Я так хорошо Я мех не веду Он сам ведет И большинство учеников Всех учеников Не только моих А все они мех не ведут Всегда я их напрягаю Мех вести Мех всегда в напряжении Мех всегда как стрела лука Натян должен быть В любой динамике Хоть форте Хоть пиано Хоть два пиано Хоть три пиано Мех должен вести Мы мех ведем А не мех нас ведет То же самое Четвертый такт А здесь Мне кажется само делится По два такта И обратно Это я говорю Это я говорю на свое усмотрение Это на вкус и цвет Еще раз говорю Вот Это как бы Ну на мое усмотрение Это так Можно сделать Подлиннее Динамическую расстановку Мне кажется Вот так вот Конечно Чем тем быстрее Чем быстрее длительности Чем мельче длительности Тем мы это будем с вами Увеличивать Увеличивать стремление Потому что Если Ну и там дальше Мы это коснемся Ну вот как это Давайте сейчас я сыграю Теперь Постараюсь вам сыграть От начала до конца Первый куплет Запас В общем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И пошел разжим. И пошел разжим у нас. Я, знаете, я сейчас специально играю, не очень громко, чтобы вас не оглушить, потому что это микрофон у нас конденсаторный. И я, честно говоря, не знаю, как он... Ну, я на него записываю правую руку, только я его вставлю вот на таком расстоянии. То есть, ну... Наверное, полметра. Вот, и сейчас я близко играю, мне кажется, громковато. Поэтому я чуть-чуть сделаю здесь тише. Вот, и... Если буду громко, прошу прощения, это я первый раз так записываю. Буду исправляться. Пошли в тройку плит. В тройку плит уже идет посложнее, уже идут некоторые вариации. Разжим-жим. Мы примерно... Давайте прикинем сразу по четыре такта. Может хватит, может нет. Ну, в любом случае, по-моему, всегда после окончания там что-то всегда остается. То есть, здесь всегда бег остается. Это, конечно, хорошо бы целиком проигрывать. Так, давайте, он объемный, поэтому я сейчас играю медленно. Кстати, друзья, я и давно не играл. Я буквально, когда пришла ко мне идея, я сел... Если будете гудеть кондиционер сильно, вы извините, но у меня тут довольно-таки на улице жарко. И мне тоже с вами уже становится жарко. Вот. Песня довольно-таки, не скажу, прям сильно легкая. Ну, и не сильно сложная. Но я вчера сел, ее поиграл. И мне такая, пришла просто идея, побуждение пришло, вот такие уроки для вас сделать. Вот, такие, что я ее не прям совсем прям хорошо-хорошо выучил. Я буквально ее пару раз проиграл медленно. Вот, думаю, ладно, думаю, если учить еще дольше, то это вообще уроки затянутся. Вот, но я буду стараться готовиться впредь к этим урокам. Но я просто, к чему говорю, я могу ошибаться. Если хотите послушать в таком более-менее исполнении, я ее играл, там, одна у меня самых первых, еще в семнадцатом году. Так, давайте я с вами медленно сыграю второй куплет без припева. Субтитры создавал DimaTorzok Хотя я буду приписывать. Давайте еще раз я, меха не хватило. Запас делаю небольшой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Микрофон тяжелый для этой стоечки Здесь какие-то уже нюансы идут Не всегда нужно смотреть на такты Посмотрите, как по 4 такта идет Но я не решил, что первые 4 такта Это в основном вариации, переходящие с одной октавы во вторую октаву А чем выше Тем оно меньше берет воздуха Тонше идут голоса и меньше берет воздуха Ну а чем ниже Тем берет воздуха больше Причем Тут же идет аккорд Три ноты Вот поэтому получается, что меха Нужно продумывать Я обычно своим ученикам Но я долго Сминомеха довольно-таки долгий процесс Так, поехали Первое Первое Триоль Вот видим этот триоль Как надо считать правильно Я предлагаю вот здесь вот поднять пальчик И вся эта фраза, она идет и заканчивается, приходит аж вот сюда. Тоже получается, она идет в какой такт? В четвертый такт, да? Как у нас там тоже было. Вот сюда, все, мы пришли сюда. То есть, друзья, еще раз говорю, не забываем, нам нужно куда-то идти. Здесь уже в этом моменте уже мы можем довольно-таки явно показать динамику. То есть, начать с пиано так же само и где-то примерно здесь можно даже на форте. Смотрите, с каждым куплетом у нас должна разыгрываться как драма, да? То есть, мы должны более-более делать насыщенную фактуру с каждым куплетом. Поэтому начало у нас тихое, потом идет у нас чуть-чуть громче с самого начала. Вот, уже форты, а дальше, дальше еще больше вариаций, еще больше, еще больше насыщеннее. Вот. Но тут тоже надо не переборщить, потому что, чтобы такое тоже сделать все со вкусом. Чтобы было как конфетка. Ну, поехали. Пошли. Пошли. Здесь тоже, я бы, вот здесь бы сделал короткие фразы. Мне кажется, так они просятся. Ну, и дальше пошли. Рожим. 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 Довольно-таки, ну, нелегкий, непростой как материал. Здесь идет просто. Можно сырать двояк. Можно, 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 можно так не делать, просто сырать. Громко. Я считаю, можно сырать поинтереснее. Что значит, что сырать интереснее? Это там, где слушатель ждет форте, а вы играете пиано. Это намного всегда интересно. То есть, знаете, как слушаешь, ну, оп, и как бы ты подвисаешь, как бы слушатель подвисает, он, он, слухом уже, ты его слухом ведешь к форте, а сам делаешь пиано. Ну, эти тоже нужно, конечно, не злоупотреблять, но где-то это можно показать. Давайте здесь постараемся на 7-моль, получится ли, не получится. Сам даже не знаю. Мне кажется, звучит. Мне кажется, звучит. 7-моль. Но это с точкой. Размер у нас 6 восьмых. То есть, мы считаем раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Четверть с точкой, она считается раз, два, три. Ну, да, раз, два, три. То есть, такой трехдольный размер. Здесь у нас на два голоса разделяется. То есть, мы видим ре, фа, диез. Ре, фа, диез. И мы держим. Ре, до Ре, фа играется. Или четвертый, пятый. Или четвертый, пятый. Я четвертый, пятый, наверное, играю. То же самое, что и здесь. 7-моль мы держим. И пауза. Раз, а на два, три. Стакката. Мы играем эти аккордики. Легко. Совсем, совсем мы, внимание, на них не акцентируем. Как бы так. С легонца. Так, помежду прочим. Дальше, ну, триоли. Раз, два, три. Раз, два, три. Я бы сделаю немножко акцент. Но с этим нужно не переборщить. Или не пересолить, да. Раз. Это колхоз. Тут можно даже чисто, можно с легонца. Настолько нужно сразу деликатно это место. Во-первых, нужно, чтобы все триоли были одинаковые. И можно немножко на подъеме. Пальчик поднимать. И может быть слегонца. Сделать акценты. Очень, на таком мехе, все равно смех чуть натянут поставят. Да, ежели мех натянут. И просто немножко сделать. Но лучше просадить, будет больше толку. Чтобы у нас были триоли все одинаковые. Чтобы они были все ровные. Женю вот голову. Я также не могу сыграть. Но учеников, у них еще плохая бывает координация пальцев. Вот, и не могут играть неровно. Поэтому нужно за этим следить, чтобы ровненько играли. Раз, два, три. Раз, два, три. Дальше. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Тоже. Это нужно срать как по между прочим. Раз. Так, просто. Такое маленькое украшение. Такая маленькая деталька. Которая может быть почти незаметна, но она есть. И то, что она есть, дает такой красивый вкус. Дальше идет. Нравятся мне такие аккордики. И я сейчас играю один такт до первой вольты. Вот, я здесь сейчас играю, чтобы, может, вы потерялись. То же самое. Астаката. Здесь тоже, думаю, понятно, пауза. И мы сюда держим. Здесь у нас держится вот сюда этот аккорд. На три ноты, потому что у нас идет Ля, Диес, До, Диес. Ноты с точкой. Здесь, смотри, здесь внимательно. Сейчас я приближу. Вот на это место. Смотрите, у нас здесь, здесь Си-Бемоль. Держим. Играем Фа-Ля и Ми-Соль. Дальше. Дальше мы держим нотку Ля. Вот, если вот так, галочку. Мы нотку Ля держим. Видите? Вот такое место. Здесь, может быть, это плохо видно быть. Вот, но мы нотку Ля держим. Потому что вот мелодия у нас Си-Ля. Мелодия получилась. А вот, а мы мелодию эту чуть-чуть обыгрываем. Вот. Это нужно нам сделать. Ну и дальше у нас второвольта. Пошли просто сексты. Вот, ничего такого здесь сложного нет. Еще раз говорю. Смотрите, я играю с первым пальцем. Как я могу не показывать отсюда. Раз. Два. Два. Сюда. Три. Вот, то есть с первым пальчиком, друзья. Рекомендую вам приходить на первый палец. Причем выносить его просто. Просто сюда. Конечно, я до сих пор, вот, у меня в школе музыкальный ученик, два баяниста. Еще первый, у меня как раз первый класс, второй класс. Вот сейчас один приходит в третий класс. Вот. Я попытался с одним. О, ему как-то так вот, ну, трудновато. Вот. Но я уже думал, как раз, как раз, с третьего уже, чтобы он пацана перенесил руку. Ну, посмотрим, оно бывает, он хочет, он маленький, он хочет держать, вот так вот, он хочет держать, вот здесь вот. Вот. Мы должны просто, это есть, это что-то естественно, это естественно. Вот мы руку опустили, подняли, вот она у нас. То есть вот этот процесс, который уже более, более неестественный. Это, конечно, так раньше играли, играли, аж бегом играли. Вот. Но сейчас все идет, все идет вперед. И методики баяна, там, баян у нас молодой инструмент, ему 100 лет. Нету даже, если, такому баяну концертному, да, там, по-моему, какие там годы, 50-е годы. Или 60-е. Разработался, регистровывая баян. Вот. То есть это методики все молодые. Но я рекомендую уже сразу первый пальчик выносить. Выносить первый пальчик. Даже, когда мы им не пользуемся. Так, ну давайте сейчас я вам постараюсь сыграть весь второй куплет. И припев. Так. О, все. И еще раз. О, все. Ну, вот такой связь за ошибки. Такой вот тут у нас первый, вернее, второй куплет. Третий куплет у нас идет и еще посерьезнее. И еще посерьезнее идет у нас. Тут у нас больше, тут уже вариации. Так. Раз, два, три. Я сейчас даже не рискнул. Вот здесь точно, по-первых, смена меха. Ну, еще пока неизвестно, давайте я сейчас медленно сыграю. Ну, все. Слово. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Если вы посмотрите, как я играл ее 4 года назад, я же по-другому не играл, другими пальцами, у меня такое ощущение. Я чем дальше, тем я больше и больше задействую первый палец. Вот я сейчас себя на этой мысли словил. Звучит музыка. 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 А здесь я бы сделал акцентики. Я бы сделал акцентики. Я бы сделал акцентики. А здесь бы с 2 пиано или с пианом. Вернее субитопиано. Вот нотка ре. Я бы сделал субитопиано. А здесь я бы сделал. Помните я бы говорил. Эффект внезапности. Уехал. Т.е. Оно хочется. Хочется. Та-та. И еще сильнее. Соль. 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 Фа. И на соль. Хочется долбануть. И полететь вниз. И на скорости ворваться. Вот в эту ноту. И припеве там уже кочегарить. Но нет. Но нет. Я бы так бы не сделал. Намного интереснее. Сделать вот в этом месте. Субитопиано. Как у меня ученики говорят. Что это за сп? Субитопиано. Именно поэтому. Поэтому. Я бы поставил бы здесь. Сжим. Оно вдвойне будет удобнее. Потому что. Всегда. Ну не то что всегда. Конечно это нужно избегать. Но часто. При смене меха мы играем тише. Во многих случаях этого нужно не делать. Во многих случаях. Даже чтобы смене меха не было слышно. На каких звуках мы мех закончили. Поменяли на том же звуке. Но нужно сделать мех. Но здесь это будет нам на руку. Здесь смена меха будет нам на руку. Постараюсь сейчас сыграть. Сейчас сыграть. Маленькое дыхание. Мы там где то его израсходуем. Здесь тоже так же самое. И маленькое дыхание. Дыхание. Ни в коем случае эти ноты не ляговать. Вот. Эти ноты. Не ляговать. Запрещено. Вот. Заводская получилась. Дыхание. Пусть она будет небольшой. Пусть она будет. Там. Доли. Доли пауз. Доли секунды. Но она будет. Так. Дальше. Дальше нас вариации не успокаиваются. А развитие идет еще больше. Наш пошло развитие во вторую октаву. Это то о чем я говорил. То есть у нас все идет к своей кульминации. А кульминация у нас вот здесь. Вот здесь у нас кульминация. После 32 нот. Ну давайте. О чем я подумал. Что в этом месте. Все аккордеонисты плачут. Большими слезами. Вот такими. Крокодилиями. Потому что. У нас на Бене это делается просто. Как игрушка. А на аккордеоне это же не будет игрушкой. Вот такой атакод у нас получается закрученный. Закрученный. Припев. Тоже самое. Тоже самое. Я бы сделал. И, конечно. Я бы сделал. Я бы сделал. Аж здесь. смену меха может быть сейчас думаю чтобы я бы до прям до этого места бы сделать вину меха или скорее всего скорее всего я бы сделал бы здесь рожим кассовно сделка часть сейчас идет вариативная часть там где вариации а я ошибся не здесь в меха делать а вот здесь на меха делать здесь идет нисходящий идет насколько не ходить нисходящий поток нотный до мелодии вариации тоже поэтому поэтому я я бы его не разрывал здесь разрывать нельзя у нас все просится под под общую лигу где тут кульминация посмотрим еще очень интересно но кульминация мне кажется здесь получается на этой нотке ля хоть это и вторая доля вот но это к ней все идет и уже от нее идет все вниз вот поэтому давайте я сейчас медленно сыграю но можете за моей амплектурой проследить здесь даже срать без 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 пятого без первого пальца здесь срать и невозможно мне кажется такое менткое ощущение что за счет за счет этих аккордов и по ходу кульминации мы можем выиграть в мехе и за счет того что здесь мы сраем это насраем нажим все таки это мы нажим а вот отсюда разжим вот отсюда еще раз повторяю мне кажется правильная стратегия я скажу честно я практически не готовился мне хочется я сейчас при вас думаю при вас и рассуждаю то есть вы видите моих ход мыслей я немножко немножко поиграл и присо просто технически поиграл и медленно совсем-совсем немножко но потому что знаешь что у меня скоро и буду очень сильно занят мне будут очень ну определенные дела поэтому я вас еще записываю ролик даже даже если с таким носом думаю что вы знаете даже у меня в предыдущем ролике что не просто меня сейчас аллергия аллергия на траву и день хуже день лучше сегодня день чуть чуть лучше вот поэтому я для вас поэтому я для вас решил пока день чуть лучше меня записать ролик не откладывать его долгий ящик так 32 ноты это страшно написано но играется очень легко для баянистов вот буквально вот она все идет четыре нотки на бас и на аккорд единственное что бы я посоветовал это проследить чтобы ноты все были одинаковые чтобы не было одна быстрее другая тише и делать может быть вторым пальчиком такие точки сделать мехом я думаю это не очень хорошо а вот пальцем небольшой подъем в конце тоже очень легко и мы не уходим никуда но легко и иногда сложно потому что тебе хочется дальше пойти поэтому нужно здесь мы остаемся в общем такая вот такая часть интересно довольно таки Давайте я сейчас ее постараюсь сыграть. Целиком давайте так чтобы не забыть о смене меха, мне надо увидеть, ой меленько о вижу вижу кроме второй вольт и кроме второй вольт и ладно мы потом уже я сделаем второй вольт так риск нужно сыграть для вас третий купит и припев потом запасы помните оставался всегда еще раз два 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 три два три Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Ну, как сказать, трушу, трушу правую клавиатуру, пытайтесь, с первым пальцем, если он за грифом, может быть, чуть удобнее, хотя, ну, чуть удобнее. Ну, долго-долго-долго не сделаешь, потому что зажимается в руках, ну, по крайней мере, у меня зажимается, долго-долго-долго не сделаешь, до вибрации, вот. С первым пальцем немножко удобнее, когда он за грифом, ну, и так тоже. В принципе, тоже нормально. Здесь тоже дыхание. По идее, по идее, здесь тоже так должно быть. И здесь должна быть такая вот такая вот, не знаю, не знаю, где писать. Я нарисую, не знаю, это же неправильно. Такая вот должна быть волнистая штука, но не к этой ноте, а вот к этой ноте. В общем, я нарисую, вот, я здесь нарисую. Вот такая штука должна быть. Сейчас. Называется арпеджиату. Вот такая штука должна, ну, да. Мышка не очень. Такая штука должна быть вот здесь. То есть, мы берем аккорд не сразу, а по очереди. По очереди. Ну, в общем, так, друзья. Урок уже будет час со вступлением. Пишите, друзья, пишите в комментариях. Пишите в комментариях, что, чего вы ждете от уроков. Как вам этот урок понравился, не понравился. На чем мне нужно внимание обращать. Еще раз говорю, этот урок я провел просто, как вот, как бы я его рассказывал своему ученику. Не вдаваясь эту нотку тем пальчиком, эту нотку тем пальчиком. Кое-какую пиктуру я вам показал. Кое-что я вам сразу медленно. Я считаю, вот, расстановка меха, аппликатура, динамика, это такие столбы, столбы, столбы хорошей игры. И еще знать, ну, это все входит в динамику, да, знать, куда эта мелодия идет. Чтобы мелодия просто у нас играем, а куда мы играем, куда мы там мех тянем, в какую сильную долю, в какую вообще долю мы мех тянем, в какую ноту. Вот, это так дело не пойдет. Поэтому, поэтому я вам все, что хотел сказать, я, наверное, вам сказал. Мне так кажется, по крайней мере. Вот, еще раз, если я специально не готовился, мне интересно было это делать спонтанно. С вами поговорить спонтанно, какие мысли придут. Вот, такие я вам и рассказывал. Пишите в комментариях, чего вы ждете таких уроков. Вот. Или мне стоит просто вот это все не рассказывать, а просто вам играть медленно, правой рукой. Ну, лево здесь вообще нечего играть. Вот. И там где-то, чтобы сбоку нотки шли под метроном, со стрелочкой, как я делал в предыдущих роликах. Посмотрите в начале. Вот. Все, друзья. Желаю вам Божьих благословений. И жду от вас комментариев. Жду от вас обратной связи, потому что мне она нужна, чтобы сориентироваться, как для вас эти уроки лучше преподносить и лучше вам подавать. Потому что я для вас стараюсь, чтобы вам был полезен мой канал. Все, друзья. Еще раз Божьих благословений. Играем с душой. Кстати. Кстати. Конечно, скоро выйдет на канале. Ну, не так скоро, но выйдет на канале отдельный ролик по этому поводу. Но я, у меня есть желание, у меня есть желание, вернее, я буду это практиковать, проводить уроки по скайпу как консультации, бесплатную. Один урок как консультацию, бесплатно. Вот. У меня уже ученики есть. У меня учеников, ну, есть, есть несколько мест. Вот. Если вы желаете заниматься по скайпу. Но если даже у вас какой-то есть вопрос, я с большим удовольствием проведу с вами консультацию по скайпу. Вот. Для консультации по скайпу мне нужно, чтобы вы написали, написали, где вы живете, какое ваше время. Я, я вот, по ссылке описания я оставлю, как основной связаться, мои соцсети. Вконтакте, я говорю сразу, я захожу очень редко. В основном это Facebook, Instagram, Telegram. Вот основные соцсети. Давайте сами там пообщаемся, выйдем на связь и договоримся о встрече в скайпе. Вот. Один урок, консультацию, полчаса я для вас выделю бесплатно. Потом уже ваше, ваше право. Друзья, Божьих облагословений. Играйте с душой. С Богом.